Родственникам погибших в авиакатастрофе над Янайским полуостровом совсем скоро предстоит пережить особенно тяжелые минуты. Их ждет процедура опознания их близких. Уже после будет решаться вопрос с похоронами. Рядом постоянно находятся опытные психологи и бригады медиков. В Петербурге работает еще одна съемочная группа Первого канала на месте, где будет проводиться опознание. К нам присоединяется Алексей Карипанов. Алексей, известно ли, когда доставят в тела погибших и начнутся все процедуры? Да, Алена, прибытие тел погибших сюда к месту опознания ожидается в самое ближайшее время, пока автомашины из Пулково направились в бюро судебно-медицинской экспертизы, где будет проходить не менее важная процедура, работа специалистов, субмедэкспертов. Дело в том, что специалистам, так как возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы, предстоит установить причину смерти каждого из пассажиров, находящихся на борту, детально описать характер травм, характер полученных повреждений. Ну и только после этого начнется тяжелая для родственников, собственно, процедура опознания. Они смогут получить останки погибших для захоронения. Ожидается, что всех родственников погибших сюда, к месту опознания, доставят централизованно из гостиницы, где в том числе разместили иногородних, и где сейчас работает оперативный штаб. Отобрано более 200 прок на генетическую экспертизу. Продолжается работа по подготовке к установке личности погибших. Следственные органы работают вполне эффективно. Необходимы силы, средства, центр судебной экспертизы, оперативно-следственный аппарат имеются в распоряжении штаба. Ну вот, как рассказали нам в МЧС, рядом с родственниками постоянно будут, конечно же, дежурить врачи и психологи. Мы сейчас видели несколько карет скорой помощи. Не ошибусь, если около десятка автомобилей сюда проехали на территорию места, где будет происходить опознание. В случае, если визуально, понятно, тяжело будет определить кому-то своих родственников, то это будут делать при помощи экспертизы ДНК. Как сообщили в Смольном, специалисты отделов ЗАГСа сразу будут выдавать на месте свидетельства о смерти. И сегодня же от родственников начнут принимать заявления страховая компания для выплаты компенсации. Напомню, что сумма составит 2 миллиона рублей на каждого пассажира. Также сегодня, как заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, ожидается подписание документов о компенсации родственникам погибших со стороны города. Причем получат компенсации все, вне зависимости от региона проживания, сообщили в Смольном. Это касается в том числе иногородних и иностранных граждан. Напомню, что на борту самолета находились граждане Белоруссии и Украины. Пока это вся информация. Алена. Да, Алексей. Из Петербурга, где сегодня пройдет процедура опознания погибших в авиакатастрофе, был Алексей Карипанов.